Я рад вас приветствовать, с вами вновь Александр. И сегодня я проведу небольшой сравнительный обзор двух сверхлегких колясок. Это Aprica Fly Lee и Joy Float. Подробный обзор у меня на канале уже есть, на каждую коляску по отдельности. Поэтому, если вам интересно изучить ее более подробно, можете посмотреть эти видео. А сегодня я вам расскажу только основные их отличия. Поэтому давайте же посмотрим на них. Подписывайтесь на наш канал. Вот коляски. Это Aprica Fly Lee, это Joy Float. И, как обычно, начну я сравнительный обзор сверху вниз. Что касается ручек. Ручки здесь выполнены в одинаковом стиле. Обе прорезиненные. И в стандартном положении находится приблизительно на одном уровне. Но у Aprica она статичная и регулировать ее никак нельзя. У Joy Float есть такая возможность и регулируется она в достаточно большом диапазоне. Вот вы видите, насколько низко она опускается. И насколько высоко ее можно поднять. Вот видите, да? Иногда эти сантиметры очень важны для многих. Что касается козырьков. Козырьки в колясках, в принципе, по форме, по размеру они идентичны. Вот вы сами видите. Они закрывают ребенка до бампера. Что в одной коляске, что в другой. Поэтому этого будет более чем достаточно. Также в обоих козырьках есть маленькие окошки с москитной сеткой. Что спереди, что сзади. Просто если вы, например, гуляете с ребенком в классическом варианте. Ручка сзади. Вы смотрите через это отверстие на ребенка. Если вы перекидываете ручку, ручки здесь у обеих колясок перекидные. То вы, получается, можете наблюдать за ребенком через переднюю сеточку. По-моему, сделано грамотно и удобно. Вот. Так. Теперь давайте посмотрим на спальное место ребенка. У этих колясок. Спальные места у них, в принципе, по большому счету одинаковые. По размеру тут, в принципе, разницы нет никакой. Вот. Единственное отличие у них это в материале. В Joy Float идет один эргономический вкладыш под голову. В Aprica Flyle под голову и под поясничную зону ребенка. Вот. И еще у Aprica самое интересное спрятано под обивкой. Под обивкой у Aprica есть фольгированный экран, который не дает ребенку сильно потеть летом. Он отражает тепло. И в сиденье у Aprica есть вибропоглощающая прокладка, которая гасит колебания достаточно хорошо. У Joy Float этого нет. Вот. Что касается безопасности. Все стандартно. Пятиточные ремни. Что здесь? Что здесь? Единственное. У Joy Float на ремнях есть мягкий накладыш. В плечевой зоне ремни прикрыты мягкими накладками. У Aprica не прикрыты. А вот. Что касается бамперов. Бампера здесь в принципе похожи. Единственное. У Joy Float он жесткий. У Aprica он мягкий. И возможность отстегивать у Aprica есть только с одной стороны. У Joy Float можно это сделать с любой из сторон. На мой взгляд, хорошее, мудрое решение. Вот. Это что касается безопасности и ложа. Теперь давайте посмотрим на конструкцию. Конструкция у них абсолютно идентичная. На мой взгляд, тут вообще никакой разницы нет. Обе рамы выполнены хорошо и качественно. Вот. Единственная претензия у меня к Aprica это по поводу багажного отделения. Оно здесь, на мой взгляд, небольшое. Хоть и глубокое, но по диаметру очень маленькое. У Joy Float багажник здесь большой. Даже в полноценных больших колясках не у всех есть такой багажник. Это, на мой взгляд, огромный плюс. Вот. Колеса здесь, в принципе, по большому счету одинаковые. Что у Aprica, что у Joy. Двойные колеса. Они не надувные, не резиновые. Поэтому плавность хода у них будет приблизительно одинаковая. Вот. Что еще хочу отметить по поводу передних колес. Передние колеса блокируются что на одной модели, что на другой. Можно это сделать, если там неровности заблокировали, проехали. Вот. И вот отличие основное в колесах у этих колясок, это вот здесь. Всем покажу. Если вы перекинули, например, вот в это положение, на передних колесах у Aprica нету педали тормоза. То бишь, если вы будете как-то пытаться остановить коляску, вам нужно будет в обратную сторону переходить или перекидывать ручку и нажимать тормоз. У Joy.Float этого делать не нужно, потому что тормоза есть и на задних колесах тоже. На передних, пардон. Вот. На мой взгляд, очень удобно. И еще, что касается тормоза, отличий в этой системе у колясок, это то, что у Aprica сзади тормоза присутствуют отдельные на каждой педали. Ой, на каждом колесе есть отдельная педаль. У Joy.Float здесь одна педаль, которая блокирует сразу все задние колеса. В принципе, на мой взгляд, это настолько незначительное отличие, что на это даже обращать внимание не стоит при выборе коляски. Вот. В принципе, все, что хотел рассказать по поводу отличий. Давайте подытожим, в каком случае, какую бы коляску выбрал я. Если бы, например, я покупал эту коляску для грудничка, новорожденного ребенка, я бы, наверное, все-таки предпочтел Aprica, потому что один только фольгированный экран, чего стоит, он не дает потеть ребенку. А маленькому ребенку все-таки лучше особо не потеть. И вибропоглощающая прослойка в сиденье тоже, на мой взгляд, большой плюс для грудничка. Не очень хорошо, что малыш маленький совсем трясется. Вот. Это если бы я вот для новорожденного брал, я бы выбрал Aprica. Если бы уже там 8 месяцев и старше, наверное, все-таки я склонил свой взор больше на JoyFloat, потому что мне не нужно будет... Не все эти эргономические вкладыши, кстати, которые вот у Aprica есть, и для новорожденного ребенка это тоже большой плюс. Ну, опять же, если использовать для более старшего ребенка, здесь их нет, и они мне, в принципе, и были бы не нужны. Поэтому я бы выбрал все-таки JoyFloat. И мне еще в JoyFloat больше нравится багажник. На мой взгляд, это очень полезная вещь. Всегда бывает куча всего, что некуда положить. Туда можно напихать достаточно много. Поэтому вот мое мнение. Ну, а выбор, как обычно, всегда за вами. Я все, что хотел, вам рассказал. А вы, собственно, подписывайтесь на мой канал и ждите новых обзоров. И удачи вам. Всего доброго.